Фойе дворца культуры имени Гагарина многолюдно. Публика спешит в большой зал занять свои места. Скоро начнется большая концертная программа Сергея Посадского муниципального оркестра от классики до наших дней. Я люблю наш оркестр, особенно с новым руководителем. Мне очень нравится звучание. И особенно радуюсь, что первое отделение посвящено струнной камерной музыке. Очень люблю муниципальный оркестр. Очень мне нравится. Тем более, сегодня говорят, что будет Лев Лещенко презентовать свою песню. Что ждете с сегодняшнего концерта? Только позитива и хорошее настроение. Так будет всегда. Со своей стороны музыканты под руководством художественного руководителя Игоря Контюкова постарались не разочаровать верных слушателей. Очень будет разнообразный концерт. Даже слава разношерстная. Но можно это и хорошо найти. Чтобы не было такой усредненности. Все время то горячая вода, то холодная, то вообще никакой воды нет. Я надеюсь, что всем понравится. В первом отделении концерта прозвучала музыка эпохи барокко в исполнении камерной группы оркестра под руководством Полины Подмазовой. Наверное, прекраснее музыки барокко. Вряд ли что-то можно в наши дни найти. И надо сказать, что сегодня прозвучат, смело можно об этом заявить, уникальные вещи, уникальные арии из оперы Вивальди, которые были обнаружены совершенно недавно. И благодаря нашей замечательной солистке Марии Чудовской мы, конечно, решились на такой подвиг. Впервые сергио-пассадцы смогли услышать уникальное звучание настоящей средневековой лютни. Музыкант из Москвы Олег Бойко рассказывает, игру на лютни в мире начали возрождать лишь 60 лет назад. Это итальянский инструмент 17 века, был очень распространен именно в... Потому что лютневое семейство, оно большое, от маленьких инструментов до больших совсем. Это как бы специально был создан для аккомпанементов бокальной музыки. То есть это для певцов, для певиц. Завершил классическое отделение концерта «Скрипач-виртуоз» заслуженный артист России, лауреат международного конкурса имени Чайковского Николай Саченко. Он исполнил два скрипичных концерта Вивальди из цикла «Времена года». «Времена года» Вот это второй раз, когда я выступаю. И опять снова Вивальди. Прошлый раз была зима из цикла «Времен года» Вивальди. А сейчас весна и лето. И с удовольствием снова приехал Сергей Пасат. И с удовольствием играю в замечательном оркестре. Второе отделение концерта было посвящено популярной музыке. Солисты оркестра исполнили композиции заперед, кинофильмов, песни советской и современной эстрады. Солисты оркестра исполнили композиции заперед, кинофильмов, песни советской и современной эстрады. Я выбрала очень красивые, я считаю, песни для концерта. Может быть, они не столько большого диапазона голосового, но они очень трогательные и дешевные. Я надеюсь, что они нашим слушателям очень понравятся. Гитарист и композитор Дмитрий Четвергов наполнил зал рок-н-рольным звучанием. Он хорошо известен Сергею Пасатской публике по выступлениям в культурном центре «Дубрава». Кульминацией концерта стало появление на сцене народного артиста РСФСР и легенды российской эстрады Льва Лещенко. Он представил новую песню «Дорога к храму», которая была написана группой авторов под его руководством специально для нашего города. Буквально год назад мы начали такой небольшой проект песеный о жизни этого места, о жизни города, о жизни Лавры. И очень хотелось бы, чтобы вы послушали эту песню. Как уж будет, я не знаю. Может быть, она станет просто песней о городе Сергеево Пасаде, а может быть, она вырастет в какую-то знаковую песню, так сказать. Может быть, это будет даже своеобразный гимн этого места. Для нас на самом деле это большая честь. Мы очень гордимся, что вы сегодня здесь с нами на этой сцене. Спасибо за подарок. Я уверен, что вот ваш подарок, эта песня, она займет самое достойное место в истории нашего любимого города. Разрешите мне от вас тоже. Позвольте презентите к вам. Большое бездельное. Песню исполнил вместе с хором солист оркестра Андрей Формазов. И, конечно же, Лев Лещенко не мог не выступить перед Сергеево-Пасадской публикой. Артист обещал вернуться в этом году с большим концертом. Полную версию концерта «От классики до наших дней» смотрите на телеканале ТВР24 в День Победы 9 мая. Екатерина Фурсова, Михаил Кирсанов, Кирилл Емельянов. Тема.